У них одинаковые костюмы, одни и те же увлечения и даже имя одно на двоих. Соня и Соня живут на одной лестничной площадке, а потому уже и не помнят, когда подружились. Обе уже несколько лет осваивают румбу, вальсы и ча-ча-ча. Только одна в спортивных бальных танцах, а другая в танцах на коляске. Вместе выйти на паркет они решились год назад. Узнали о том, что в Голландии проходит международный конкурс среди таких необычных пар. И у них появилась мечта, как всегда, одна на двоих. Когда нам нужно выступать, мы берем занятия, готовимся. Почти каждый день. Чтобы получить хорошие результаты. Намного легче с другом танцевать, потому что если партнер, как бы не очень знакомый, ну или вы с ним не особо дружите, то не чувствуется поддержки в танце. Соня Прознова родилась здоровой. В пять месяцев после прививки против полиомиелита началось осложнение. Врачи сказали, случай один на миллион. Но вся жизнь Сони изменилась. За свои 13 лет она не сделала ни одного самостоятельного шага. Зато научилась танцевать. А это уже видео заветного конкурса в Голландии. Девочек поддержало посольство Беларуси в Гааге, и они смогли выступить среди 15 пар из разных стран. Кроме того, что стали самыми младшими участниками, так к тому же и лучшими. Сейчас с улыбкой вспоминают, как иностранцы реагировали на необычную коляску Сони. Она нам досталась уже не новая. Во-вторых, она не танцевальная. А в-третьих, когда мы первый раз приехали в Голландию и победили, то к нам прибежала одна голландка, вообще держалась за голову и говорила, как вы на такой коляске могли вообще победить. И как вы вообще на ней танцуете. Она весит 15 килограмм, а все танцевальные коляски, конечно, весят по 3 килограмма. Профессиональные коляски для танцев стоят несколько тысяч евро. Таких денег у семьи нет. Зато есть уверенность, что в будущем Соня всегда будет добиваться побед. Ведь у нее есть упорство, желание работать и люди, которые в нее верят. К слову, для тренера девочек такой дуэт тоже эксперимент. Раньше он занимался только с обычными группами. В жизни мы одни, а на паркете это уже немножко другое. Дети открываются в любом случае. Соня достаточно уникальный ребенок. Она не зажата и очень позитивная. Легко общается с детьми. Благодаря этому, я думаю, она и танцует так успешно. Сегодня подружки выступают на концертах и мечтают о новых конкурсах. А еще говорят, что уже давно забыли о коляске. Ведь только так их совместный танец можно было сделать лучшим. Анна Волковец, Александр Автухов. Наши новости ОНД.